Неделя матери не значится в календаре, но именно накануне Дня Матери, 14 октября, все мы с особым трепетом и любовью вспоминаем женщин, давших нам жизнь, любовью и добротой своей, согревающих нас всю жизнь. С особыми почестями чествуем мы многодетных матерей, материнский подвиг которых венчает высокая правительственная награда – Орден Матери. В этом году его удостоены 339 многодетных матерей из различных регионов страны. А всего в Беларуси Орденом Матери награждено более 8 тысяч женщин, родивших и достойно воспитавших 5 и более детей, в их числе и наши замечательные землячки. В соответствии с законом Республики Беларусь, о наградах Республики Беларусь, Орденом Матери награждаются женщины, которые родили и воспитали 5 или более детей. Представление к Ордену Матери производится при достижении последнему ребенку одного года и при наличии живых остальных детей. В 2015 году Ордена Матери наградили уже в городе Пинске 6 матерей многодетных. Стоит отметить, что на охрану материнства и детства в нашей стране направлен ряд государственных программ. В их числе – Национальная программа демографической безопасности. Результат ее работы уже очевиден. Беларусь занимает 25 место в рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей. И лидирует по этому показателю в СНГ. Сегодня в Пинске проживает 1317 многодетных семей. В соответствии с указом, с 2006 года, объявленного Годом Матери, многодетным матерям, награжденным Орденами Матери, единовременно выплачивается сумма в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. На сегодняшний день единовременно денежная выплата женщинам предоставлена в размере 7 миллионов 845 тысяч 700 рублей. Женщины, которые награждены Орденом Матери, имеют право выход на пенсию в 50 лет. И пенсия им устанавливается за особые заслуги. Всего с момента утверждения Ордена Матери в 1995 году высокий знак материнской доблести получили 149 многодетных пенчанок. В этом году к награде представлены еще шестеро мужественных женщин. Это представители самых разных профессий и сфер деятельности. Но главное – это женщины особого склада души, для которых воспитание детей – главная миссия на Земле. И они выполняют ее с гордо поднятой головой, потому что нет выше звания матери. И наряду с любовью детворы их согревает и помогает в трудные минуты признание и помощь государства.